5 секунд remaining 5 секунд remaining Доска Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! У микрофона Друг, это студия Грагам ТВ Мы начинаем трансляцию матча между командами Сикрет и коллективом Инвитус Гейминг Это противостояние у нас В принципе, в сетке лузуров Сикреты отправились туда после Слива команде Ехоум и теперь Собственно, команда Ехоум Будет сражаться чуть-чуть попозже Против обидчиков Точнее, Ехоум как обидчики Тим Сикрет немножко попозже будут играть у нас Против, против, против Против Evil Geniuses Тоже достаточно мощного коллектива Ну и на данный момент команда Сикрет уже Забрала себе Таска, забрала себе Шторм Спирита, Винтерн Виверн и Шадоу Финда От Инвитус Гейминг В пик заходит Дазл, Леон, Дарк Сир И Гирокоптер IG вообще не в той форме, в которой Предполагалось увидеть данную команду IG Проиграли многим часто И сейчас IG кое-как им в Би Ход Сикс Отправили Прочи с турнира Сами А так у них ни одной победы не было в группе IG, конечно, плоховастенько себя чувствует И это видно Ну, Сикреты, наверное, один из самых страшных соперников Который мог на IG упасть Это все прекрасно Им надо восстанавливать веру в себя И веру, наверное, в себя не столько Комьюнити всего Сколько самим Чуаню пора Поднапрячься хорошенько А по составу-то, конечно, Сикреты Просто потрясающе крутые Бёрнин, Кси, Феррари, Фейс, Чуань Но это прям легенды китайской доты Не только китайской А всей мировой дотой Тем не менее Бывает и такое IG Могут, мне кажется, и слететь с этого турнира Последний бан от команды IG Это Течис Минера не будет Хотя, может, и не должен был бы Но Team Secret его брали достаточно часто Ещё, кроме Team Secret, брали его Complexity Команда, которая только что покинула турнир На позиции до 12-го места Так же, как, в принципе, Team Empire А оппоненты команды Complexity Virtus.pro Коллектив из СНГ Продолжает своё движение И уже По сути, Virtus.pro попадает в восьмёрку Сильнейших команд Это, безусловно, очень круто Что неприятно для команды VP Так это то, что сейчас решается Кто будет их соперник в следующий раз VP будут играть в 23.00 Уже, получается, сегодня Против победителя данной пары Чен Вот это, кстати, вот это я ожидал от Секретов Я так, ну, была мысль, что возьмут Чена И быстренько спушат минут за 15-20 Чен от Team Secret Полезная, популярная, нужная штука Пупей заберёт, скорее всего, данного героя себе Артизия, я думаю, будет играть на Shadowfin Day И, скорее всего, будет играть на SFMid А Шторм Спирит Это S4 И Есть вариант, что S4 будет стоять где-то на лёгкой линии Тускод Зая отправится в сложный Винтерн Виверный Шторм Спирит лёгкую И Чен будет в лесу Антимаг от Invictus Gaming Хорошее решение, на самом деле Ну, поначалу от Чена терпеть будет Аж Брызги полетят в разные стороны Вообще, по пику, конечно, IG Подарили много полезных и функциональных вещей команде Секрет И конкретно тех героев, которыми состав Секрет умеет играть Артизия забирает себе SF А Винтерн Виверн Это Ух, как сложно-то, а Кто ж там Сакура, конечно Винтерн Виверн Шторм Спирит Это S4 Таск Это Зай И Чен Это Пупей От команды Invictus Gaming Ну, Бёрнинг А, кстати, Гирокоптер И Антимаг в одном пике Как вам такое? Вот это поворот Как с этим работать? Что это значит? Бёрнинг забирает себе Антимага Без башеров, кстати, Бёрнинг Бёрнинг без имморталовских башеров Удивительно, но факт У него комоновское оружие вспомогательное Ну, обычное Рар Ну, Бёрнинг И вот, кстати Бёрнингова повязка на глаза Ну Наконец-то Все в ней играют Почему бы Бёрнингу в своём сете Не поиграть лично? Вообще, Бёрнинг на данном герое Я думаю, отожжёт очень плотно Команде Секрет Глаз да глаз Надо за данным персонажем иметь Да и вообще Команда IG Обладает потрясающим скиллом По личному какому-то составу Феррари Чего стоит? Феррари на мидлейн Отправится на герокоптере Чуань на Леоне Бёрнинг забирает себе Антимага Фейс будет играть на Дазли И на сложную линию Отправляется Кси на Дарксире Со стороны команды Секрет Шадоу Финт Это Артизи С4 Это Шторм Спирит Артизи, скорее всего, на мидлейне Останется, мне так кажется Зай Это Таск Сложная линия Куроки Это Винтерн Виверн И Пупей Естественно, забирает себе Чен Брали под него Потому что Брали героя под Пупей Он в порядке на данном герое Да и вообще В общем-то, герой на ранних левелах Достаточно функциональный Единственное, что меня Волнует Это то, что под пуш Потенциал Чена Никакого пуш потенциала В составе команды Секрет Толком и нет Ну, Крипов быстро разбирает Шторм Спирит Но вот Танковать Кроме Ченовских Животных Некому вышки Посмотрим Наверное, план был у Секретов Они брали пятым пиком Чена Знали, что делали Я не думаю, что Секреты Там плужить могут сильно По фарм По пику Чуань Выходит на Артизи Артизи не переживает Он знает, что здесь Очень короткий Рэндж Всех спелов Феррари уже 4 на 2 Артизи пока терпит Феррари через Мистику Через Флакенон идет И через Хоминг Миссил Будут просто убивать Здесь Этими ракетами Бедного Шадоу Финда Я думаю, тут спам будет Монстоп от Феррари Флакеноном настреливает По Артизи Ну и фарму Феррари Немножко получше 4 на 4 у него У Артизи тоже, кстати, неплохо 3 на 0 У Артизи уже есть Боттл И у Артизи есть Бутс оф Спид Гирокоптер Приобретает себе Врейсбенд И пока что Ничего у Феррари Не имеется Шторм Спирит От С4 Нул Талисман Танго Хилинг Селф Против него Стоит здесь Кси Но это неприятно Для Шторма, конечно Хотя на самом деле Ситуация не сложная Как будет левел Более-менее Оверлоада Римнант Чуть-чуть где-то там Поднатаскается От С4 Крипов На которых висит Айншелл Можно будет очень быстро Сносить Да как и вообще С пачками крипов Обходится у нас Шторм Спирит Бёрнинг 8 на 7 Фейс Ничего не делает Просто спамит По Заю тут Ну и харасит Элементарно Ну и пока Достаточно ровные линии Феррари вкачал Рокет Бараш Хомин Миссил Не знаю Будет ли Не будет ли Максить Может на 5 левеле Тут 3 левела Будет он А может и забьет Вообще на него Кура В инвизе Кура мог бы цеплять Здесь гирокоптера Но Артизи Маны По минимуму На 1 койл хватает Так с руки В принципе не запинать Гирокоптера Ну все Шадоу Финт Уже с батлой И здесь Парень от Пупея Сатермучитель Шоквейвом попадает У нас по гирокоптеру Продолжает в инвизе Стоять в интервивер Ждет своей очереди Полетел Кура Артик Бен по нему Артизи Надо просто попасть Двумя койлами Еще один удар Дальний И Артизи Забирает ФБ Стандартная Крутая реализация Крутого героя От крутого парня Артизи Вроде как Со скиллом Дружит Очень даже Неплохо 12 на 6 Сразу тоже крипы Как-то пошли нормально Фармиться Мидлейнером команды Сикрет Ну не медлейнером Номинально это керри Данного коллектива Но Сейчас вообще Артизи у нас Стоит на медлейне Потому что Потому что СФ Вот почему Ну и СФ вынужден Здесь раковать На легкой линии Против Айншелов От Дарксира Кси 8 на 2 У СФ 19 на 6 Бернинг на Антимаге 18 на 10 Есть огромная Конечно вероятность Того что Антимаг В Лейте Вместе с Гирокоптером Команду Сикрет Просто Разорвет пополам Есть такая вероятность И команда Сикрет Молодцы Они против китайцев Играют Так что Смотреть страшно Напомню еще раз Это Главный Претендент Команда Сикрет Главный претендент На победу В этом интернешнале Все предрекали им Топ 1 Строго Вообще Даже не обсуждаемо Ух Сейчас у Кси Будет неприятность Кси уже убегает По-быстренькому В Сикрет Шоп ТП И сразу На базу Понял все Кси Здесь Вижен был От команды Сикрет Здесь есть Вижен От Коллектива Иг И понял что Если СФ не вернулся Значит СФ Пошел бить его Сразу же Моментальный ТП вниз На собственный Фонтан Отхилился И прибежал Заново драться Нет тапка у него Это немножко Печально Для команды Айджи Долго приходится Дарксиру бежать Крипы тут его Просто уделывают На длинной дистанции Серж Молодец Немножко допинга Для Кси Дай мне немного Своих цветных таблеток Ну и по Крипстату Первое место Бернинг 32 на 14 Шторм Спирит 29 на 11 23 у Артизи 15 Феррари 12 пулей Сво Вот то о чем я говорил Ремнант Оверлод И в принципе Крип с Айншеллом Быстренько рассыпается При этом Статик Ремнант Еще и Больше чем в один Качает Сво Потому что Вортекс тут бесполезно Врываться не приходится Ему в Кси-кси близко Даже не подходит Кси-кси Кси-кси Нормально Или себе Или кому Ну скорее всего Себе В инвиз Артизи Почему-то не входит Подсердж опять Кси уходит И Сейв ТП Отменяется Даззл собирался Прилететь Все в принципе Отменено У Даззла Вот эта побрякушка Которая в руках Легендарная трубка 310 долларов Если не ошибаюсь В Дота Шопе стоит Такая же у Артстайла есть Половина призового У Артизи 500 на руках Уже имеется Ой Тут нормально По стакам конечно И Личен ему делал Да и сам мы видели Он Не стеснялся Делать самому себе стаки Ну и теперь Выфармливает Достаточно неплохо Я думаю что у него Первый Нетфорс на карте Так и есть 3900 у него 3100 у Антимага Ну и по Крипт стату Тоже первый Артизи Ну и АСФО 40 на 13 Дарк Сир От Кси 16 на 3 Не так конечно Хорошо как хотелось бы Но Хотя бы не умирал Даже звук прозвучал Что Кентавр топает Ну а он не топал Он не планировал 19 на 3 у Кси По Нетфорсу Кси В пятерку Замыкает Совсем немножко Выигрывает У Чуаня А это знаете ли Странноватая история Когда у Флейнер Слегка обыгрывает Своего саппорта По голде Ну а здесь у Флейнер Еще хуже Зай Бедняга вообще Без фарма 10-0 у него Так Артизи Вместе с С4 За фейсом Здесь нет Вортекса У Штормспирита Поэтому даже летать Было бы бессмысленно В итоге команда Сикрет отжимает Нижний Тавер Прочекали Где Бернинг Понимают Где он Сигил полетел Узнавать Где Бернинг Конкретно находится Бернинга Разорвало 2-0 Сикрет Ух ты Это какой-то Супер-пупер Сигил Как я понимаю Что-то модненькое Странно Когда Сигил Не Вичи Гейминг Вдруг У людей Здесь вообще Таск такой Как будто его бабушка Одевала Вот всего-всего Надень шапку Надень шарф Надень щит На спину Вдруг что Возьмите сак Все из разных Абсолютно Наборов Феррари Лоу-хпшный Феррари Кулдаун Себе под ноги Сфой его убивает 3-0 Уже счет Ну и поздновато Сюда прилетели Игрыки команды IG В итоге Потеряли Своего Мидлейнера Топ Нетворс По-моему Нет Второй Нетворс Тоже Неприятная Потеря По голде Сикреты 530 Заработали По экспириенсу 720 Двадцать У Бёрнинга уже есть Ring of Health ПТ-шка тоже готова Но постепенно в Battle Fury Выходит у нас Бёрнинг Долговато, конечно, придётся фармить Артизи здесь очень крутой по фарму У него уже есть даггер Артизи достаточно врывной Будут ловить Бёрнинга Ульта пошла по нему Скатились, подбросили Артизи должен Бёрнинга просто уничтожать Бёрнинга выхиливают Ну и Артизи не доработал Не доработал Дазла, правда, убили Но в целом Основную свою задачу не выполнили Выходили на Бёрнинга Хотели ему обрезать фарм Не получилось 4-0 Команда Сикрет Убивает пока безответно IG не реагирует Ну и 3000 по голде Сикреты выигрывают по экспириенцию 1600 тоже для данного коллектива Артизи вражеский леса Начинает выфармливать Ну а чё, мимо проходил Давай оставлю без фарма Своих соперников Это, кстати, отразится Хорошенько так На Тимай-Джи Кто вообще у Инвиктус гейминг Хотя бы что-то выфармил У Антимага 1000 с копейками на руках Бёрнинг, наверное, не будет персик приобретать А купит там на дэмэдж Необходимый меч какой-нибудь А только потом дособирает персеверанс Потому что дамаги не так уж и много На 12-й минуте 90 С руки вот Бёрнинга Ну, не есть хорошо 80 даже без ПТ на ловкость Как там Гирокоптер поживает? У Гирокоптера вообще печальная ситуация Вроде 50 на 8 Крепстат Но это 12-я минута Извините У Феррари Проблемы полные Белт оф Стрэндж Рингу Факвила И Бутс оф Спид Всё, в принципе При двух смертях Ещё Феррари Это не очень хорошо 3100 у него Нетворс И смотрите Что происходит с SF 6800 уже у Артизи Есть даггер И скорость фарма Будет просто Увеличиваться Маны хватает Через Шадоу Рейс Крепты сыпятся быстро Артизи уже заполнен Тут через Некромастери душами Поэтому дамаги много Тут бы посмотреть От Артизи Какую-нибудь Олдскульную Старую сборку С Шадоу Финдом У которого В руках Дезолятор и Криты А потом ещё Какая-нибудь Кераса Это было бы Просто великолепно Просто вспомнить Каково оно бывает На кулдаун от Феррари Немного заторможенный Согласитесь Артизи улетел Минут 6 назад Отсюда На кулдаун от Феррари Думали убивать будут SF А теперь понятно Что у SF Есть даггер Теперь Об этом популярно Каждый игрок Команда IG Узнал И таких затупов По идее Быть не должно 4К Команда Secret По золоту И по экспириенсу Более трёх Тоже для Secret Ну и SF Продолжает Издеваться На этот раз Дарк Сир Стал целью В втором Спирит От С4 Уже есть Обливиант Став 1 860 Голды на руках Где-то Минучек 18 Я думаю Появится Оркит А что будет Собираться SF Это меня больше Всего волнует Артизи 2600 Есть уже На руках Блин Да пусть будет Совсем немного Пусть будет Дезолятор Пусть будет Больно Соперник Все перед Должны быть Агрессивными Их любят Там их ценят Пусть их ценят За взрывной Характер Он приобретает Себе ЕУ Такая Стандартная Комбинация 2-3 Месячной Давности Поднял В ЕУ Прыгнул Под ноги Раскастовал Ульту И ушёл Себя спокойно Ну в принципе Ему спид Достаточно Высокий Плюс Монориген Для Шадоуфинда Нормальная Тема Дальше Будет БКБ Мекку Странно Что не собирает Артизия Кто же её Тогда Собирает Чен 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 А что С Пупеем Случилось С Пупеем Произошли Абсолютно Страшные Вещи У Пупея Предпоследний Нетворс На карте Это при том Что Дазл Там есть В пике Команды Айджи Это единственное Что фейт Обогнал Кура Пупея Обгоняет А нет Кура Не обгоняет Всё Кура Немножко Приподнялся Потому что Роху Забил Кура Ну вообще Пупея Точнее В целом У Пупея Как-то дела Немножко Не очень Идут Непонятно Даже Почему Так Шестого Левела Он Так Там Бёрнинг Бёрнинг Уже практически С Баттл Фьюри Совсем Чуть-чуть Осталось До данного Артефакта А именно 570 Золота Но Бёрнинг Их быстро Выформит Он умеет Формить И я думаю Есть все Варианты Перевернуть Эту игру СФ СФ Но если СФ Тут не будет Продолжать Наращивать Темпы И постоянно Давить Антимага То Получится Конечно У команды Секрет Может Далеко Не всё Что они задумали Продолжение следует... Продолжение следует... Укси уже мека Вырисовывается постепенно Баклер ещё не приобрёл Правда себе, но... Мека где-то близко Ну и Антимаг приобретает себе Наконец-то Баттлфьюри У Бёрнинга 108 Крипстат Хорошо Не 148 Конечно Как у Артизи Ну и 108 Неплохо Хотя и СФ Здесь за сотню Уже перевалил СФ Приобретает себе Оркит На 17-й минуте Антимаг с Баттлфьюри Не такой опасный Как Штром Спирит Например с Оркитом Или СФ Со всем своим Барахлом Которое у него есть Ждём врыв от Артизи Интересно посмотреть Как это будет Бёрнинг Пока на него не прыгает Артизи к этому разультится Под ноги Даззлу И Даззл просто лопнул Когда приземлился На землю Вот это упал После Юла Прям слишком Жёстко 2400 уже На руках у Артизи 2500 даже Артизи дальше Фармит Никуда Пыл свой вообще Не девает 10000 300 уже У него Нетворс Он обгоняет На 3000 Своего ближайшего Преследователя В составе команды IG Даже более трёх Ну и СФО На второе место Выдвигается Бьют ракету Ракеты убивают Секреты формят Ракеты Это хорошая тема Артизи Поднимает Дарк Сира Просто чтобы его Подступить К силу Витсавенс У нас от СФО И Шторм Спирит Забирает данного героя 7-1 Техническая Давайте следующая 9 даже тысяч По голде Секреты И по экспириенсу 7500 500 голды Всего лишь Получили За оффлейнера Потому что Секреты Сильно Тащат В данном случае Аджи Вариант Для эскейпа Есть Это антимаг Но Бернингу Надо больше фарма Нужно больше золота Других вариантов Не вижу Так На Хайграунд Уже поднимается Команда Секрет 19-й минут Артизи Уже пробует На вкус Хайграунд У него В принципе Все Затарено Плотненько У Шаду Финда 4К на руках Я не знаю Изолятор Тут просто Мастер Покупай Дизолидис Населиться Ну или Баттерфляй Конечно Сев соберет Но это Такая Скукотища Будет Может Себе Уже Купить Сашу Яшу Артизи И не париться Ну блин ГПМ Просто Запредельный 611 На До 20 Минуты Это Много Это Очень Много Я Прям Мечтаю Увидеть Дизолятор От Сефа Денежки Не тратит 4500 на руках У Артизи Никуда Они Не деваются Ну Есть Куча Вариантов На самом деле Его развитие Приобретает Себе Айов Скади Артизи Ну так Еще не полностью Но близок К этому Курьере А нет Подождите Это Ну Артизи Пока Купил Себя Утимей Торп Это Не его Поинт Бустер Я думал Это В Курьере Поинт Бустер Артизи А это Сфо Себе Собирает Сол Бустер Вообще По Галде Секреты Выигрывает Уже 13 тысяч По Эксперенцу Восьмерка На слоу граунда Поднимается Шторм спирит Прям под вардом Знает что он здесь И просто Айджи отсюда уходит Не будут разбирать Сами шторма Просто уходит отсюда Ульту дал фейт Его немножко Стопят Что творит Здесь Медведемон Пупея Ну фейт по идее Уходит отсюда Далековато Как-то Сфо пошел У него что ли Реген есть За фейтом Рывается Сразу же за двоими Стяжка пошла Под ускоп Под коп Ого Сфо тут Огреб По первое число Минус Капитан команды Секрет А это нормальные Деньги для Айджи 1433 И 1744 Эксперенца За одного Ээээ Сфо Ну как за одного Не такой уж и Посредственный герой Но все равно За одного За один килл Так много денег Это знаете ли Приятно для Айджи Артизи 3200 на руках Приобретает себе Орпов вином И поинт бустер По прежнему Исфокус Глаза мозолит Все таки будет Айскади У Сфа Ну и по большому счету Он уже сейчас Может быть куплен Ну и 22 Минута У Артизи Есть даггер Есть Ю Аквила ПТ И Скади Тоже Для Артизи Ну рановато Согласитесь ГПМ Хороший 600 чем-то Артизи Не умирал 5 киллов У него есть Не нужен вертолет Никакой команде Пошли руками Как там вертолет Феррари 1289 Крипов Феррари На четвертом месте По Нетворцу Но это четвертое место Проигрывает Более чем В два раза Артизи Бернинг Забирает Тауэр По Топлей Ну дальше Двигаются По Верхней стороне Игрки Команда IG Сфона Тауэр Вышка Будет Погибать Команда Сикрит В это время Т2 Спушивает По нижнему Лайну Таггер Появляется У Фейта А у Чуани У Чуани Ну и Чен Почти с агонима Теперь я решил Кулдаун уменьшить Очень важная Штука У Виверна Кстати Давайте шмачё Посмотрим Чё Так давно Не смотрели Вещички Эсфо Где-то там Получает Нет Это он сам себя Дамажит Солдрингом Это кстати Нормальный Троллинг Постоянно Смотришь У героя ХП уходит В хеллсбар Переключаешься На него А там Герой Просто колечко Себе Взял Да и Использовал Приобретает Себе Бладстоун Есть у него Оркет Эсф 1800 голды После появления Айов Скади Деньги продолжают Литься рекой Эсф 15400 Уже У Артизи Ну Айов Скади Мы видели Юл Аквила И Блинк Даггер Здесь Туск Есть Мекка И Аркан Буци 800 голды На руках У Зая Пупей Совсем Ничего Осталось До появления Аганима У него Уже Есть Короче говоря Все необходимое Есть 500 копеек Остается Пупею Будет Аганим Тапок Медальонов Кураж Боттл Также Ну и Последний Винтерн Виверн У нее Глимер Кейп Есть Соло Ринг И Транквил Буци Для Кура Со стороны Команды Айджи Леон Транквил Буци Есть Даггер Есть Приобретает Себе Даггер Дарк Сир Даггер Мека Соло Ринг Гирокоптер Что Здесь ПТ Есть Есть Аквила Так По мелочи Боттл И Барабан А больше ничего У Феррари Интересного И нет И Антимаг Приносит Себе Манта Стайл Боттл Фьюри Манта Стайл В общем Программа Минимум Для Бернинга Имеется А ну-ка Крип Стат Бернинг 220 257 Артизи Артизи Пойдет Драться Дальше А Бернинг Будет Фармить Дальше Так что Конечно По крип Стату Бернинг Я почти Уверен Как Любой Уважающий Себя Китаец Пере Фармит Своих Оппонентов 3500 Артизи На руках Пока Ничего Не покупает Наверное Бабочка Следующим Артефактом Или криты Что-то Вроде Этого Или БКБ Например Артизи Соберет Себя Против Гирокоптера Достаточно Полезная Штука Стой Разбивай Лицепса Сфо По нижнему Лайну Подпушивает Ну так Немножко Подпушил Развернулся И ушел Зай На топ Лейн Здесь уже Артизи Поздновато Зай Пришел Артизи И в лес И в чужом лесу Уже прогулялся И Где только Удобно Артизи Там и Находится Блэкинг Бар Приобретает Артизи Так Пупей Саганима Берет Себе Уже Галяма И Это Дополнительный Дополнительный ХП Для всей команды Сикрет Пошел Файт В это время На Нижней линии Ульта Пошла Артизи Феррари Лох ХП Феррари Отваливается В таверну Пока что Размен 2 в 1 Фейт Улетает И все Все улетают Бернингу Здесь вообще Неудобно Было Бернинг Просто Куда-то Лесами Полями Реками Ушел Бернинг Пошел Формить на Мидлей Он вам точно Говорю Он переформит По Крипстату СФ уже Приближается Вплотную И Дальше Останавливаться На этом Бернинг Не будет Он пошел На топлейт Ох Астака Кстати Чуань Прыгает У нас На СФ СФ Бедненький Еле-еле Тут выживает В итоге СФ Отсюда Уходит Ультавантимага Не было Иначе СФ На месте Б И остался Ну Тем не менее Там команда Секрет Выживает 3-9 Счет За 30 Минут Как-то Маловато На самом деле У Шторм Спирита 1800 На руках Сфаус Слил Правда Заряды В Гладстоуне Это не самый Главный Минус Команды Секрет У них Пока Все складывается Достаточно Удачно Пупей Как там Поживает Кого Еще Взял Только 11 Левела Пупей На 30 Минуте Долговато Как-то Пупей Формит Ну СФ 300 Плюс ХП Получается Благодаря Древнему Голему Смотрите Смотрите Так 2200 А с Големом 2500 Антимаг От Бёрнинга С Башером Если В Очные Ставки Встретиться Где-нибудь Против Сф Сф Распилит Я Вообще В этом Не Сомневаюсь Даже Может Антимаг Нормально Расформленный Не дать Вообще Раскастовать Ульт Жду Финду Даггер Приобретает Себе Таск Ульта Пупея Делает Всех Фуловыми Поэтому Можно Смело Ити И Сносить Хайграунд В общем Таягу По-моему Забрали Если Не Ошибаюсь А у Сф Есть Эйджис Поэтому Бояться Нечего Могут И Артизи Плюс С4 Начинать Давить Древний Гранитный Голем Всё Здесь Есть Сова Должна Уже Начинать Кастовать Торнадо Так Стяжка Пошла О Дарксир А Всё Это Под Колдаун Точно Хорошо IG Поступили В данном Вопросе Сикретов Не то Что Не Убили Даже Особенно Не Продамажили Зайло Упп С Хайграунда Спускается Хотя Его ТС Фо Досталось Как Иллюзии Сэфа Наваливают Жёстко Сэфа 11-3 Ну Сикреты По голдях Ведут Очень прилично 16 А по Экспиренсу 15 с копейками Тоже Для них Ну В общем-то По чуть-чуть Понемножку Но Сэф Теряет Свою силу На самом-то Деле А Антимаг Хуже Не Становится Антимаг Наоборот Приобретает Все Варианты Для того Чтобы Сносить Своих Оппонентов Ну И ТПА Делает Бёрнинг У него 3к на руках Он Обгоняет Уже По Крепстат Он Не Обгоняет А точно Такой же Как Артизи Вообще По Нетворцу Антимаг Проигрывает Немного Мидлейнеру Команды Сикрит Артизи 21000 Антимаг 17200 Миней Четырех Ну Это хорошо Для Бёрнинга До этого Ситуация Была Совершенно Печальная Шторм Спирит От С4 Есть Оркит Бладстоун БКБ Ну Тоже Затар Очень Крутой Топ Третий Нетворц На Карте Феррари От Герокоптера БКБ Герокоптер Точнее От Феррари БКБ Аквила И Драма Фендеранс Ну Героч Слабоват Конечно Здесь На 35 Минуте Вообще Не его Запак ждать что делать непонятно зачем топтаться на одном месте если можно пойти закончить доту 4400 на руках у бёрдер может кстати перевернуть эту катку если удачный fight для него зайдет обессал блэйд может антимаг собрать а в принципе может и живучесть свою продлеть это либо бетерфляй либо тараска лучше бабочка конечно все таки для антимага мне кажется бёрдинг 4800 уже на руках с по бойца бёрдинга упрыгивает 36 минута ребят чего вы тянете тимак вас просто в салат покрошит гирокоптер тоже нормально расформиться тут одна какая-нибудь несчастная драка и в которой ferrari хорошо настреляет антимаг вырежет всех остальных и команда секрет просто в посылке поедет домой я под фонтанами веду конечно же если они ждут большего преимущества то не очень понимаю в чем и в ком оно тогда должно быть сконцентрировано у сфа все необходимое есть дэдлас есть у него бкб пт даггера в скаде и и ул по 6 слотов и сэф на 36 минуте абиссал блэйт разве что у нибудь даггер тут не совсем то что в 6 слотов впихивают но в целом сэф очень много на фармил 23 600 у него сандра так так ульта пошла от чена так постольку поскольку замесов не было ну команда секрет по нижнему лайну передвигается если может заходить на хэгграунд у него всего достаточно дэмэджи много доедалл съесть с руки он бьет по 300 плюс криты 240 процентов считайте по 800 практически залетает на рошана команда секрет артизи 200 сот благодаря потешке ой я имею ввиду без пт на ловкость 311 становится счет секреты выигрывает 16 по золоту и 16 по экспириенсу идут заканчивать или мне кажется может и такое быть на самом деле хотелось бы хотелось бы потому что игра в общем-то абсолютно нелогично и неадекватная команда секрет намного сильнее мощнее ну вот так у не идут до верного решили сыр есть есть аэггес все это вложено в сфок за артизи никто не переживает и ничего не боится начинает наваливать помп до вышки решили иначе поступить игроки команды секрет там стоит волос реплика давайте ну развалим это время топлей эти должны драться иначе беда полнейшая шар на феррари он не реагирует его хотят развести набл к на кулдаун так как от артизи поднимает вверх вверх у нас сикси лоу кпшный шалу грейд на него все по идее здесь скорее всего умирает еще один дар и все отвалится ну как все все раскатали здесь прямо в смысле этого слова за артизи летит ракета ну и что ракеты убирают команда секрет забила одного руками и второй вынужден на базе хилит теперь можно и по мид-лейну сходить решает тим секрет у них уже есть снесенная топ линия милишный барак уничтожили а может и по нему пойдут по топ-лейну гвардиан грифс появляется у займ с фо 400 он на руках имеет как там сэф у эсэфа есть уже два джевелина артизи сейчас в принципе обладает деньгами на мкб это реал блэйд появляется у гирокоптера приплыли антимаг с бабочкой манта стайлом батл фьюри пт и башер ну и 12 еще почему секреты не идут сносить до сих пор не могу понять они с такой легкостью зашли на топ-лейн почему сейчас не пойти не зайти с такой же легкостью на любую другую так прыгает на хайграунд игроки команды секрет артизи лоха пешный у него нет аэги артизи начинает отхиливаться благодаря хуру артизи стоит прямо на волок реплика и сам себя бьет и его бьют и умирает артизи правда эсфо живет еще асфо есть аэга асфо еще никуда не собирался убивают гирокоптера ну и остается здесь эсфо что тут финда байпбэк отсутствует 50 голды не хватает асфо в это время вместе с крипами сносит потихонечку линию прыгает чуань подкоп по двоим как круто по эсфо обожаю зай по моему здесь умрет нет зай у нас сноубол но это так до преда времени сейчас зай будет умирать нет зай просто делает даггер аут но это тоже вопрос времени в итоге команда и джи забирает двух героев тим секрет шивас гвард уже есть уж там а шивас гвард уже есть уж там а 2 800 у кура есть почему ничего не покупает не могу понять до сих пор форстав какой-нибудь в команде выталкивать спасать потому что там под кулдауном гирокоптера умудряются простоять половину вообще каста игроки команды секрет у бернинга появляется абисал блэй 2 200 на руках антимаг есть байпбэк есть крутые артефакты на самом деле аэм на 44 минуте мог и пожестче быть бы но с другой стороны не сильно легко бернинга удавалось зато сейчас посмотрите аэм на 300 голды на данный момент проигрывает сэфу а до этого до вот этих вот крипов антимаг был впереди по нетворцу и дальше наверно будет тоже впереди 23 лава антимаг артизи 24 бернинг без всяких владмиров не боится что ему по нему попадет tower например или кто-то еще чему боятся не увидит butterfly у него нормальное количество дэмэджа у него есть если что две секунды стопроцентный стан сквозь все-все-все ура побежала кого ловить вообще непонятно прыгает за и улетает отсюда спокойненько фейт уходит своими ногами так поймали кси все отдадут но при этом антимаг живой ну и гирокоптер тоже отсюда сваливает так так ну и ferrari уже по голде достаточно ровненько 14к у него да он сильно проигрывает например тому же шторму или тому же бёрнингу и артизи но при этом какие-то маломальские артефакты у гирокоптера есть там нормально зайдет флэккэннон если вдруг фулдауном можно будет убить пару человек то ferrari конечно воспрянет дух но здесь бёрнинг первый прыгает на артизи сразу же описал блэк у него артизи стоит блэкинг барин у него колдом рейс от хура и посыпалась команда IG или он отправляется наверно в таверну ну мне кажется бёрнинг первый может отправиться это ульта от бёрнинга очень даже крутая умирает умирает сколько же деньжи там IG сейчас заработали сами то никого не потеряли еще и крипы один за другим отваливаются но за эти два фрага 3 900 тут команда Электу с гейми причем получили деньги все тут почти по тысяче капнуло каждому как же удачно подрались IG они при этом не потеряли центральную линию да бараки сильно биты ну и секреты могут теперь на фарм перейти еще минут 25 удачу 5 весны ну и феррари вместе с чего Гоним на Рошана. Ну, ребят, мы тут осмелились слишком уже на самом деле. Виверна просто Феррари отсюда гонит. Феррари подстопили. Крипы Чен и Виверна с Феррари справляются. Куда ты полез вообще? Так, прыгает Бёрнинг на Пупея. Разваливается Пупей. И Бёрнинг со всей командой на Рошана. Байбека не будет от Артизи. Слишком дороговато всё это стоит. Но ему ни к чему. Ну, и Роху, по-моему, забирают игроки команды. СФО прыгает сюда. Прямо в центр. Антимаг забирает Аегу. Куда пошла вот Антимага. Минус Минтер Виверн. И лоу-хпшный Зайзай тоже отправляется в таверну. 10-15. Доигрались, по-моему. Огряки команды Сикрет. Да это по делам вообще. Когда ты тупишь так долго, будь добр, сливайся. 1600 голды зарабатывает команда Ай-Джи. Графики с 16 вниз до 10. Сикрет и тупят. Сикрет и отхватывают. Я тут абсолютно на стороне команды Ай-Джи в данном вопросе. Бёрнинг пошёл дальше давить. Нет, с Байбека у Таска. СФ не приходит пока. Артизи на собственном хай-граунде. Вообще считаю, что СФ не боец. 49-я минута уже прошла. 50-я минута. СФ вообще не угроза для Антимага или кого-то ещё. Бёрнинг просто сносит тавру. Бёрнинга 8500. Но Ай-Джи есть у него, поэтому это не проблема. Фейда просто разорвало. Бёрнинг наваливает по Артизи. Артизи умирает. За счёт кулдауна. Кстати, ещё немножко подстопили. Кстати, у нас за счёт кулдауна команду Сикрет. Поле тает. Идёт всех. Дерётся. Бёрнинг. Ульта. СФ, а пострадали практически все. Ну и вышка стоит. Бёрнинг уйдёт отсюда. Да, Бёрнинг уйдёт отсюда. Они просто подрались, так между прочим, чтобы было что обсудить. 11-17 становится счёт. 9500 на руках у Бёрнинга. Тараска, наверное. Вместо Гема. Тараска, наверное. Ну и Смоук разбивает команда IG. Готовится выйти и застать врасплох кого-то из Сикретов. Есть такой вариант. Кстати, гляньте на графике. С 20000 до 0. Сикреты всё сливают по золоту, по экспириенсу с 20000 до 7-8. Так, прыгает Бёрнинг прямо на Пупея под Холденбрейсом Пупей. Бёрнинг мог бы ульту зарядить в Пупея. Нет, пока просто бьёт его. С4 ловят. Эбисал Блейд в него и нет никакого С4. Бёрнинг задушит команду Сикрет. Мне кажется, тут игра сыграна уже от них. А потому что не надо против антимага 50 минут ждать и смотреть, как он выфармливает всё из возможного в принципе. Был же вариант. Где-то, 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 где-то вот ещё на 40-й минуте, когда преимущество до 20-ки дошло. Просто идите и сносите. Нет. Мы посмотрим. Мне кажется, что у Бёрнинга есть планы поинтереснее касательно нашей команды и нашей пары вообще. Ну и уходит Комадай-Джи отсюда или нет? Зак Си Артизи не должен отпускать Кси. Кладлен Грифс пошёл от Комадай-Джи. Все живы. Феррари расстреливает Зая. Минус 2 уже от Бёрнинга. Ещё один килл от Комадай-Джи. Это уже минус 3. Байбайк пошёл от Зая. Антимаг продолжает экшен творить. Он не умирал практически за всю игру. 8-1-5 у него счёт. Бёрнинг, конечно, здесь... Ну, я думаю, додавит Команду Сикрит. Сфо врывается на Леона. Леон в таверну. Дальше файтится. Пока что 4 в 3 можно было бы подраться Комадай-Джи, но они лоу-хпшные. Ну и это китайцы. Они просто-напросто развернутся и уйдут. Дальше файт-Джи Дальше файт-Джи Дальше файт-Джи Командой G Дальше фармит У Бернинга уже все великолепно У него 37к Нетворс Ну-ка, сколько ГПМ? 730 Он оставил далеко позади Артизи Ну и тут просто поиздевается В итоге над командой Сикрет Мне так кажется, антимаг 9к имеет на руках Бернинг в своем сете Это сет ему дает силы И надо думать, например, по поводу ПТ Бернингу Я думаю, что есть смысл продавать его И приобретать какой-то нормальный артефакт Например, приобретать Ту же Тараску В общем-то, антимаг Скорость бега имеет Благодаря Монтостайлу Да и благодаря Баттерфляю Если понадобится А передвижение в основном за счет блинков Поэтому здесь вот ПТ Вообще не критично Просто продавай и покупай Тараску Ну или Муншард Приобретай, кушай Или с таким вот запаком Бернинг уже под хэкграундом соперника Монтостайла Нет, тот просто заходит Начинает резать бараки Ему плевать на этих кентавров И прочее, прочее, прочее Все, кентавра никакого нет Все крипы рассыпались Бернинг вырезает вторую линию Можно идти на топ-лейн Почему бы и нет? Иди на топ-лейн Сливай все В это время по низу И с фотом гуляет Крипов можно сделать Но в это время замес у нас На нижнем лайне Стяжка пошла от Командай G И антимаг просто уничтожает Тим Секрет Чемпионы будущие Ага, чемпионы Не в курсе был Пупе Или Сфо, что делает антимаг Плейте, наверное, не знал Рапиру приобретает себе Бернинг Рапиру Просто идти, сносить быстренько Т4, чтобы Забить на всю эту ерунду У Бернинга есть рапира Бернинг начинает сразу бить Сразу же агриться на него Иди продавай назад рапира Бернинг Быстро, быстро Продай рапиру Не нужна мне рапира Продавай ПТ, продай Продай точнее Пауэртретс Ну да, ПТ Иди С еще одной рапирой делись Тамаги, конечно, Бернинга много Но он здесь просто поиздевался Мандай Секрет Бернинг провязал у нас Иллюзии Вырезает Быстренько Тауэр Никакого клипа нет Бернин грежит Трон Бернинга притягивают Бьют его Он половину хп Он прыгает на другую сторону Сфона него И просто срезает Трон Бернинг Это на самом деле очень круто Вы говорите Китайцы Китайцы скучные Кренам они скучные Секреты скучные Просто скукотища смертная Взяли СФ Выфармили его Просто как чокотого Ничего не снесли Дали возможность Даззл стоит Тусит Так ему нравится Все Гляньте как Фейт пляшет А как не плясать Тут Бернинг Спокойно стоит Фейт просто в угаре Молодец Фейт Вообще молодец Игроки команды Инвектус Гейминг Задавили Секрета Ну и Секреты Фавориты данного Турнира В принципе Сейчас в одном шаге От вылетов IG Молочаки Ну что Ждем следующий матч И услышимся Через 5-6 минут Далеко не расходитесь До связи